Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Евгения, мне 27 лет. А возраст имеет для вас значение? Почему вы говорите сразу о том, сколько вам лет? У меня на личной границе всегда зависло от чужого мнения. Я бы сказал, что нарушение личных границ это, в общем-то, означает, что вы думали об этом, думали о проблеме, как-то изучали ее, смотрели. И хочется уточнить, хочется узнать, откуда вы черпали информацию. Всегда зависело от чужого мнения. Это не доверие себе. То есть, понимаете, ведь общественное мнение, да, мнение других людей, оно так или иначе важно. Оно так или иначе имеет значение. Оно так или иначе влияет. Влияет на человека. Влияет на его поведение. Влияет на его позицию. И полностью независимым от мнения других людей, наверное, быть нельзя. Но это и не нужно. Достаточно, на мой взгляд, доверять себе. То есть, смотреть, как я встречался с этим мнением. Как я на него откликаюсь. Да? И не бороться ни с чужим мнением, и не бороться с собой. Я не коммуникабельный. Мне тяжело выстраивать отношения с людьми. Потому что, рано или поздно, они сделают мне гадость. От этого заранее я считаю их подлыми и отношусь к несосторонности. Мне кажется, что здесь вы смешиваете, вы мешаете довольно много вещей в одно. Но вы пишите, я не коммуникабельный. Это оценка. То есть, вы оцениваете себя. Вы говорите, что мои коммуникабельные навыки, да, коммуникационные навыки точнее, не такие хорошие, как я от себя жду и как я от себя, ну, требую. Вот. На мой взгляд, это оценка. Потому что, ну, коммуникабельность, она у каждого своя. То есть, каждый человек, он обладает своими способностями коммуникации. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это зависит от нервной системы, от темперамента. И человек, который, например, более погружён в себя, будет менее коммуникабельным, чем человек, который больше обращен, например, во внешний мир. Интроверт и экстраверт, например. Поэтому то, что вы себя оцениваете, это является здесь проблемой, тормозящим таким фактором. Мне тяжело выстраивать отношения с людьми, если вы. Я думаю, что здесь проблема заключается в том, что вы выстраиваете именно отношения. То есть, фокус вашего внимания здесь идёт именно на отношения, а не на человека. И когда происходит примерно такая вещь, когда происходит так, то, на мой взгляд, мы не фиксируемся на самом человеке. Мы не обращаем на него внимание, мы не взаимодействуем непосредственно с человеком. А взаимодействуем мы с отношением с ним. Вот. Вам люди-то интересны? Если да, то чем? Вы себе с этими людьми интересны? Если да, то чем? Дальше вы пишите. Потому что рано или поздно они мне сделают гадость. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, откуда у вас такой опыт? Что это за гадость, как вы говорите? Нет ли здесь такой истории, что у вас определённые ожидания, скажем так, присутствуют, как бы, от людей? И когда человек как-то вот ваши ожидания не оправдывает, когда человек поступает по отношению к вам, как-то вот не так, как вы от него ждёте. Вот. То вы, например, записываете сразу человека в подлицы. Вот нет ли здесь такого момента? Почему это важно? Ну, дело в том, как мне кажется, да, и как мне видится, дело в том, что люди не должны соответствовать. Вашим ожиданиям. То есть люди, они действуют, ну, исходя из своих ценностей, да, исходя из своих предпочтений, исходя из своих приоритетов. Приоритетов, исходя из своих, как бы, ну, ценностей, что ли, и так далее. То есть ожидать чего-то от людей, на мой взгляд, не лучшая идея вообще. Ждать чего-то от людей не лучшая идея вообще. Вот. То, что вы ждёте, может являться источником. Проблема. С другой стороны, с другой стороны, есть момент, да, что... то, что люди делают, ну, вот, по отношению к вам, например, вас может, вот, в той или иной степени задевать. Вам может, вам может это быть, ну, неприятно. Да? Э, допустим. Вам это может быть неприятно. И... Ага... Лоб что-то может задевать. Лоб что-то задевает... И... Вы называете это гадостью. Вот. То есть опять же есть момент, что если вас задевает, не означает, что он человек... значит, ну, совершает гадость. По отношению к вам. То есть, что такое гадость, вот, собственно. Да? То есть вот. А... Что я хочу спросить... Что я хочу уточнить, да, в общем-то. Я хочу уточнить именно этот момент. Что есть гадость. Что вы называете гадостью. Вот. А... Ну, и... Говоря о... А... Говоря о подлости, да, там, что вы еще... А... Значит... Ну... Что вы... Как-то пишите, что... Это, конечно, заранее их подлость. Я отношусь к несосторожностью. Вот. На мой взгляд, это история про то, что вы пытаетесь себя защитить. Таким образом. Как-то... Как-то... Вы себя пытаетесь защитить. А... Хоть и какой были. Вы не меняетесь. Вы не развиваетесь. Вы... Остаетесь. В том же положении. А... Ну... Это... Это я... Эээ... 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 Я спрашивал. Мнение о них. Это ваше восприятие их. Людей я имею в виду. Вот. Это называется проектом. По сути. Когда вот... Эээ... 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 Ваше... Эээ... Ваша задача. Ваша задача. является такая, скажем, тенденция, чтобы по возможности от этого как-то отходить. Чтобы отходить по возможности от вот этого вот вектора. Ну, проекции, чтобы воспринимать людей по возможности непосредственно. Тогда вам, скорее всего, будет легче. И проще выстраивать отношения. Работаю в сфере медицины. Моя работа связана напрямую с общением с людьми. А как так получилось? Как вы пришли в медицину? Очень часто люди обвиняют меня в том, чем нет моей вины. Например, Минздрав мне закупает препараты. Но эту критику я воспринимаю слишком близко к сердцу и очень эмоционально на это реагирую. Опять же, вы не доверяете себе, неуверенному себе. Еще я боюсь за ответственность и долго принимаю любые решения. Даже чехол для телефона могу выбирать часами. Боюсь выбрать самые лучшие варианты. Что здесь происходит? Вы боитесь ошибки. Вы не позволяете себе, словно говоря, ошибиться. Вот, вы боитесь ошибиться. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что самое лучшее что-либо, что-либо самое лучшее мне является обязательно тем, что нравится. То есть вот этот момент необходимо зафиксировать, что самый лучший вариант не обязательно является удобным, приятным, хорошим для вас. Тогда обязательно нужно учитывать. И то, что вы выбираете, как мне кажется, лучший вариант, ну, пытаетесь выбрать лучший вариант, означает скорее то, что вы выбираете интеллектом, вы выбираете посредством. Посредством. Оценок. Вот. Но не выбираете, значит, своими чувствами. То есть эмоционально. И это, конечно, становится проблемой. Потому что с этой позиции вы действительно можете ошибиться и с этой позиции всегда есть такое вот, ну, достаточно большое количество вариантов. Вот. Именно потому, что именно когда человек выбирает не с, ну, не своими чувствами, а когда человек выбирает именно вот интеллектом, пытаясь выбрать там. Самый лучший вариант, который вот, по его мнению, да, может быть. Дальше. Из-за постоянных страхов, ошибок и мнений окружающих, получается, что это как я хочу. Ну, я бы сказал, что было бы неплохо прямо вот здесь и сейчас, да, сформулировать. А вот как вы хотите жить? Ну, 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 ну просто, просто как? То есть вот, как бы вы жили-то, ээээ, как бы вы жили, если бы не было вот этих, вот этих, вот этих, вот, ну, вот этих всех моментов. Как бы вы жили тогда? Вот. 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 Это, мне кажется, прямо очень важный момент, потому что вы говорите, что, ээээ, я не могу жить как хочу, а как вы хотите. То есть, ну, ну, нужен же стимул, нужна же мотивация, вот. Вот, если мотивации как-то вот нет, да, то, соответственно, всегда, всегда будет, будет находиться, ээээ, что-то, что вас будет сбивать, ээээ, сдерживать, ээээ, сдерживать, ээээ, мешать и так далее. Просто по-паму, что нет какого-то четкого курса. Вот, поэтому давайте сформулируем, ээээ, курс. Ну, по крайней мере, попробуем. Дальше. Мне нужна помощь психолога и обратиться в научную консультацию. Мне не хватает смелости. А чего боитесь? Поэтому ищу помощь и здесь. Хочу стать прочее, хочу предоставиться в меня окружающих, хочу предоставить эмоционально, реагировать на любую физику, научиться сохранять спокойствие и равновесие в любых конфликтных ситуациях. Это больше про подавление, я думаю, что вы здесь еще больше ограничиваете свою свободу. Вот. Вот. То есть это, это то же самое, то же самое по сути. Получится ли мне этому научиться на онлайн-консультациях? Да? Только будьте готовы к коррекциям и будьте готовы к, ну, открыть, вот, вам надо именно, что вот, эээ, не сводить собственную цену, да, в те рамки, в которые вы сейчас ее поместили. Ну, например, эээ, в конфликтах никто не может оставаться эээ, в равновесии, потому что мы люди. Другое дело, как я обращаюсь со своими чувствами, как я обращаюсь с собой, со своим состоянием. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok